В большинстве крупных и не очень, современных и не очень играх, помимо основной сюжетной линии сайдквестов, есть еще так называемые мини-игры. Иногда их называют еще и микроиграми. Мини-игры по своей сути являются интересной и увлекательной частью геймплея, призванного отвлечь игрока от общего течения игры, отдохнуть, восстановить силу для следующего броска и вдобавок насладиться этими самыми микроиграми. Иногда эти игры являются неотъемлемой частью геймплея, как например взломы замков серии The Elder Scrolls. Иногда за прохождение мини-игр нам дают дополнительные бонусы, как например в Зельде при прохождении испытаний. Иногда это является просто развлечением, как старые игры Fallout 4, или даже искусно встроенные составляющие игрового процесса, нацеленные на большее погружение в атмосферу игры, получение еще большего удовольствия и еще большего количества дополнительных плюшек, как например с Гвинтом, Ведьмак 3. Впрочем, не только Гвинтом может похвастаться Ведьмак. В первых двух частях серии неотъемлемой частью мини-игр был покер на костях, который в третьей Ведьмаке и заменили на Гвинт. Во втором Ведьмаке также был армрестлинг, который более нигде не светился. Но был и еще один тип мини-игр, который присутствует во всех трех частях игровой серии про Геральта. Кулачный бой. И вот я подумал, а почему бы не воспользоваться всем моим багажом знаний и не попробовать вынести кулачный бой за пределы обычной мини-игры, и превратить его скорее в рабочий билд по прокачке для Геральта, позволяющий драться с противником без использования мечей. Сегодня именно этим мы и займемся. Поехали! Привет, ковбой! С вами Войс Ребус и просто канал об играх. С самого начала эта идея показалась мне довольно безумной, и я даже не думал всерьез о ее реализации. Но пробегая новую игру плюс и сталкиваясь иногда в кулачном поединке с противниками, которые во много раз выше меня по уровню, я понял, что в принципе эти враги, хоть и безоружные, но гораздо более сильные из-за своего высокого уровня, должны быть тяжелее в битве, чем вооруженные противники моего уровня. То есть побеждая первых в кулачном бою, я автоматически могу победить и вторых. Поэтому я все же решил проверить теоретические предположения на практике и построить кулачный билд. Забегая вперед скажу, кое-что из этого получилось, но давайте все рассматривать по порядку. Во-первых, касательно атаки. В голом состоянии, без брони, прокачки и эликсиров, Геральт наносит примерно 300 единиц урона за удар. Не слишком много, но уже кое-что. Я попробовал увеличить это значение, применив три отвара. Виверны, Сукуба и Доплера. Первые два вроде немного улучшили урон, а вот Доплер нет, так как завязан на криту Рони, который при ударе кулаком ничего толком не добавляет. Эликсир Гром также не показал хоть сколько-то сильного прироста к атаке, увелив урон на жалкие 10 единиц. Стало понятно, что в случае с кулаками смысл улучшать шансы силу крита нет. Лучше сконцентрироваться на голой атаке. Взяв эйфорию, сопутствующие ей зеленые навыки и 12 красных навыков, запитанных красными мутагенами, доспех кота и ранее опробованные зелья, я смог добиться увеличения урона примерно до 450 единиц. И казалось бы, я увеличил урон в полтора раза. То есть, вот вам готовый билд, состоящий полностью из красных навыков плюс алхимия. Способов увеличить урон больше нет, а значит можно целиком и полностью отдаться геймплею, круша врагов своих направо и налево. Но! Вы только вдумайтесь в эту цифру. 450 единиц урона. Кроме этого, да, несомненно, одного врага на максимальной прокачке на атаку нам бить удобнее. Но увеличив количество врагов хотя бы в 2-3 раза, у нас сразу появляются проблемы с выживаемостью, ибо убивают нас за один удар. Прокачка атаки провалилась, а значит пора разбирать вторую составляющую. Итак, этап второй. Защита. И я хочу вам кое в чем признаться. В первой части видео я использовал режим бога, чтобы противники не могли меня убить и мне не приходилось постоянно загружаться, умирая. Умирал бы я не часто, но даже эти смерти мне были ни к чему, ведь я тестировал атаку. Но из-за этого режима были скрыты две достаточно важные особенности боя кулаками. Для начала. Когда ты бьешь противника с мечом, и он ставит блок, то твоим кулакам становится больно, и на тебя накладывается небольшой эффект ошеломления, который не позволяет тебе дальше наносить урон. То есть тупо закликивать врага, который стоит в блоке, уже не получается. Аналогично и с монстрами, только им даже блок ставить не обязательно. Их чешуйчатые, шипованные и панциреобразные тельца сами по себе являются щитом, и бья по ним кулаком, Геральт ловит это самое ошеломление. Хотя и наносит при этом кое-какой урон. И именно с решения этих двух маленьких проблем я решил начать свои тесты защиты. По порядку, используя отвары из полудинницы черта и элементаля, я попробовал свести на нет эффект ошеломления. Результат, к сожалению, оказался нулевым. Отвары совершенно не работают. Значит у нас появляется небольшая проблема и понимание, что монстров стоит бить только сильными ударами. А к обычным противникам лучше заходить за спину и уменьшать их шансы на блокировку. Впрочем, пришло время по-настоящему взяться за защиту и построить основу своего билда. Гроссмейстерский медведь, мутация-мутация кожи, навыки-мутация ткани и ужас. А также несколько красных навыков для сохранения адреналина. Получение его в начале боя, воскрешение за счет него и безуроновое уклонение. Также протестировал навык смертельная точность. И, к сожалению, с клоками он у меня так ни разу и не сработал. Дополняем все это отварами глава глаза и грифона. Плюс можно взять эхидну для восстановления хпи, например, альгуля для быстрого набора адреналина и полноценного действия нашей мутации. Впрочем, более подробно, как сделать Геральту билд на защиту мы уже разбирали. Если вам что-то непонятно, ссылочку на этот ролик я оставлю в описании. Обычные утопцы по ощущениям даже не пробивают в итоге нашу защиту. Противники с холодным оружием урон наносят, ведь у нас не целевая броня против них. Но урон достаточно сильно снижен, что позволяет нам легко держать удар и постепенно выносить их в ответку. С монстрами посильнее, например, циклопом, сложнее. И даже не в том, что он пробивает нашу защиту, а в том, что обладает сам по себе огромным количеством хп. И нам его просто очень долго приходится колупать. И только сильными ударами, так как легкие не пробивают его толстенькую кожу. Но в целом терпимо, учитывая, что бьемся мы только кулаками. И, казалось бы, все замечательно. С защитой мы уравняли шансы. В битве можно вполне оперировать только кулаками. Но попробовав подраться с волколаком, это те противные твари, у которых идет постоянно реген хп, я понял, что его реген полностью нивелирует мой урон. А значит, пройти игру, опираясь только на кулаки, даже теоретически нельзя. Поэтому пришло время для третьего этапа тестирования. Назовем его оптимизация, улучшение и определение общей философии боя. И начнем мы именно с последнего. Я точно знаю, что как бы я ни старался сделать рукопашный билд более эффективным, чем билд с магией мечом, я этого сделать не могу. Поэтому, делая данный билд, я, во-первых, хотел показать разнообразие возможностей, которые дает игра, а, во-вторых, сделать как бы тематический билд, в котором весь наносимый урон идет именно от кулаков. Понятное дело, что отсутствие мечей это не конец света. Есть игни, есть арбалеты, есть картечь. Благодаря всему этому можно убивать врагов и не доставая мечей. Но сейчас я хочу бить именно кулаками. И могу использовать дополнительно только то, что дает нам возможность сделать это более эффективно, не убивая при этом врагов. Я говорю об опрокидывании аардом, заморозке северным ветром и защите квеном. Таков мой выбор и такова моя философия данного билда. Ну а теперь, как же этого достичь? Для начала избавляемся от ненужной мутации мутация кожи, заменяя ее на эйфорию. Убираем навыки легкость ног и мутация ткани, ибо наша защита и без всех этих навыков и мутаций позволяет чувствовать себя более комфортно. Взамен нам необходимы навыки эффективность и кластерные бомбы из линейки алхимии для улучшенного владения бомбами. Параллельно качаем по три первых навыка из линейки квена и аарда. Четвертые навыки не берем, так как они уже наносят урон, а это противоречит нашей философии билда. Техники школы медведей меняем на грифона, зачаровывая доспехи на баланс, чтобы они приобрели средний тип. Так это даст нам дополнительные силы знаков и ускоренный реген энергии. В оставшиеся слоты ставим навыки на квен и аард соответственно. В остальном все по-старому. Из отваров глава глаз и грифон обязательно. И что-нибудь еще, например древнего лешего для регенной энергии. Из эликсиров петри, гром, ньясать и морибор. По возможности и необходимости. Не забываем выставить на панель бомбы северный ветер. Их у вас должно быть 9 штук. В итоге наша защита дает нам возможность бороться с любым врагом. Да, у нас нереально маленький урон. Да, мы не можем нормально бить из-за ошеломления. Но и нас не могут просто так убить. Броня, навыки и эликсирчики знают свое дело. Остальное дело времени и наших кулаков. Хотя и наши кулаки не так просты, как может показаться. Ведь мы, например, владеем техникой бесконтактного боя аард. Что позволяет нам отбрасывать врагов от себя. Тем самым создавая себе возможность для перегруппировки. Мы также владеем техникой холодного касания северный ветер. Которая замораживая рядом стоящих врагов. Позволяет при определенных обстоятельствах наносить колоссальный урон. Превращая противника в горстку ледяных осколков. Ну и наконец, мы являемся мастером защиты Квена. И через нашу защиту не пробьется ни один враг. Жаль, что в конечном итоге, несмотря на общую продуктивность билда. Базовый урон в 300-400 единиц это слишком мало. Да, мы можем замораживать врагов и наносить сильные криты. И чем больше у противника хп, тем больше мы наносим урон. Да, мы можем применять другие знаки. Например, волкалака, который не опрокидывается и не замерзает. Я убил Игни, благо сила знаков позволяет. Но в целом уже не то. Хотя, в последних тестах вместо древнего лешего я случайно включил обычного лешего. Это отвар, который дает 2% возврата урона врагу. И так получилось, что от этого рефлекта враги получали урона больше, чем наносил я сам. Немного подумав и вспомнил, что знак Квен также обладает данной способностью. Я включил его последнюю форму, переключил все остальные умения на силу знаков и наслаждался зрелищем. Но это уже не имеет ничего общего с билдом на рукопашный бой. А жаль. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, то ставьте ему лайк и подписывайтесь на канал. Не забывая включить уведомления, нажав на колокольчик. Если у вас есть идеи, как улучшить этот билд или сделать его иначе, напишите об этом в комментариях. Если наберется достаточно материала, то я сделаю его вторую альтернативную версию. Ну а мы увидимся в следующем видео уже очень скоро. Но на этом пока. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok